Это ролик о Кубке Легенд. Всем привет, меня зовут Сергей Егоров, это YouTube канал Футбольной Беги и будем говорить о турнире, который мне очень понравился. Я слышал скептические отзывы об этом соревновании, отзывы болельщиков, вы у себя в комменте очень жестко проходите, как по организаторам, так и по участникам, в том числе сборной России. Я, честно скажу, что с этим категорически не согласен. Мне турнир очень понравился. Я был на турнире с первого до последнего дня. Не могу сказать, что на всех матчах, потому что были и другие дела, но и целый день не мог себе позволить там провести. В чем изюминка? Давайте смотреть по этому межсезону. Я не согласен с посылом о том, что об этом турнире узнали после этого скандала. Безусловно, этот турнир помог, вот эта история со скандалом матча «Россия-все звезды» помог с раскруткой турнира в будущем. Я думаю, что сейчас очень многие будут ждать уже следующего турнира, ждать, когда приедет Матерация, Рисы, ну и все вот эти ребята, которые взбухали по поводу судейства в финальном матче. Давайте смотреть, что у нас было. У нас был Кубок Содружества в его лучших проявлениях, на мой взгляд, это был супер турнир. У нас был зимой, я зимой имею в виду, у нас был мемориал Гранаткина, в лучшие годы, когда там играли очень хорошие команды, а не только команды из бывших союзных республик, интерес к которым, ну и к юношеским соревнованиям, невысок. Потом у нас был Кубок Первого канала, в котором участвовали команды из бывшего Советского Союза, статус турнира был очень высок, призовой фонд был очень высок, организовывала его команда Романа Абрамовича. Сейчас есть турнир в Катаре и есть, ну, такое чудесное соревнование, я думаю, что многие о котором вообще не в курсе. Называется он Кубок ФНЛ, проводится он каждый год на Кипре. Я думаю, что вот даже вы, люди, которые прошаренные в футболе, если смотреть на состав участников, вы не сразу назовете, кто там играет и по какой формуле он, собственно, проводится. И вопрос, почему он проводится на Кипре, если играют в большинстве своими бюджетными командами из ФНЛ. Ну, не только из ФНЛ. И вот Кубок Легенд. Казалось бы, вот я был в Катаре на турнире, и там я не увидел ни одного тренера, с которым общался, который бы сказал, слушай, Сергей, мы хотим этот турнир выиграть. Вот здесь я общался с командой российской, я видел настрой других участников, и я прекрасно понимаю, что все очень хотели этот турнир выиграть. Притом, насколько я понимаю, победитель не получает каких-то гигантских денег, а человек, я не буду сейчас его называть фамилией, вы сами все это найдете, вкладывает организатор этого турнира свои личные деньги, договариваться, чтобы люди приехали, ему помогают, насколько я понимаю, и Москомспорт, и Московская Федерация Футбола, и Министерство Спорта. Ну вот, организовал турнир, к нему был колоссальный интерес, на финальном матче были полные трибуны, и было очевидно, что и сборные звезд хотели победить изо всех сил, ну и наши тоже, это было заметно, это такая, знаете, как интерес к турниру, как к дискотеке 80-х. Там только нет какой-то соревновательный элемент, а здесь, ну вы же видите, что то, как натераться локотком там Егора Титова в некоторых моментах, то, как рис идет в подкат, то, как он гупит мячом туда, мне кажется, что если бы он захотел, он бы стену этого ледового дворца спорта пробил, и туда бы к турникам мячик полетел. Ролик высказываний Егора Титова, я его подсмотрел в инстаграме Кубка Легенд, где Егор говорит о том, что мы не выполнили задачу. Россия не выбрала 12-й свой кубок, ведущий именно в ралли, тоже неожиданность большая. У нас новый, почти уже наставник, учитывая то, что не справились с задачей. Вот и рации у нас не получил красную карточку, хотя всех провоцировал, молодец, все получилось. Я вас, кстати, извините, пожалуйста, и вас всех поздравляю, молодцы, здесь без проблем. Вы просто вдумайтесь, команда ветеранов России говорит о какой-то задаче применить, ну вообще, к турниру Кубка Легенд, где, как считается, звезды со всего мира приезжают побухать, наслаждаться Москвой, ну а вот сборная России его хотела выиграть. Я убежден, что многие команды его хотели выиграть, в том числе и сборная звезд, иначе не было всего этого скандала. Косяк ли теперь по поводу судейства? Является ли косяком то, что организаторы поставили судить девушку? На мой взгляд, да. Я общался и с бывшими судьями, и общался с Алексеем Николаевым. Вот если вы обратите внимание, в том числе и на видосе, который у меня есть на канале, там время от времени и наши футболисты, и звезды прибегали к бортам, а у борта стоял Алексей Николаев, известный у нас арбитр, я надеюсь, что известный не в прошлом, я с ним несколько раз по ходу турнира разговаривал, и задал один вопрос, а чего вы не судите? Он человек корректный, высказывался корректно по отношению к нынешнему и бывшему руководству, я так понимаю, судейского корпуса. Я так понимаю, что есть, видимо, проблемы какие-то с прохождением теста по физподготовке, но я бы не сказал, что Николаев толстый, он такой подтянутый мужчина-моложавый. Мне кажется, что вот эта история, когда девушки все активнее проникают в футбольный мир, и делается это навязчиво, чтобы завоевать еще больше аудиторию, мне кажется, что это неправильно. Не потому, что я против девушек, а потому, что получается, что по своей готовности, но они не подходят к такому матчу. В данном случае Александра Пономарева судила этот матч, и я не могу сказать, что она судила его как-то плохо. Но вот представьте, с одной стороны играют Матераци, Воронин, Рисе, другие ребята, Плетикоса, Иви Цоулич, которые ее не знают, и которых раньше судил Калина, Розетти, Любыш Михел, Валентин Ванов. Ну, кто для них Александра Пономарева? Как идея, безусловно, интересно, хорошо. Вот, смотрите, девушка судит таких мировых звезд. Это значит, что и другие девушки могут потянуться не только в футбол, но и в судейство футбола. Но вот организаторы сделали заявление, и, на мой взгляд, совершенно правильное заявление по поводу того, что мы будем приглашать иностранных судей. Это правильно. Зовите Калину, зовите Любыша Михела, Валентин Валентинович Иванов. Не всегда же он проводит судейские какие-то курсы во Вьетнаме. Я думаю, что уже в следующем году судить будут вот эти арбитры. Что касается поведения теперь футболистов. Вы захейтили Тихонова, захейтили Титова, захейтили других наших футболистов, Зорианова, который высказался тоже у меня на YouTube-канале, и которого очень многие процитировали, а в том, что, дескать, вот, чего вы ноете там и прочее. Ну, во-первых, они не ноют. Они хотели выиграть этот турнир. И Тихонов, точно так же Тихонов, Титов, Оленичев. Еще раз посмотрите, что говорит Егор Титов на этом видосе. Он говорит, что у нас будет смена тренера. Он даже на банкете, а это съемка с банкета, даже на банкете напихал Матерации. И там было несколько моментов, вы их можете посмотреть, где Матерации очень жестко играет против Титова. Ну, Егор тоже там с локотками-то не отстает. Вот. Это нормально абсолютно. Так вот, хотели выиграть Тихонов, Титов, Оленичев и Зарянов, который высказывался у меня на канале, чуть не меньше, чем хотел выиграть Матерации. Это вообще чушь, что они приехали сюда побухать, посмотреть Москву. Когда люди дошли до финала, не, безусловно, я допускаю, что они потом поехали куда-то в развлекательный центр Облака. Я даже знаю это, сборная звезд. Но выиграть они хотели. Отсюда вот эта вся история. Мы уходим, хождение, потом возвращаемся. Это как часть шоу, это нормально абсолютно. Еще раз повторяю, что ни один турнир в этом межсезонье не собрал такой аудитории, не собрал такого интереса СМИ, как вот этот турнир. Это, кстати, повод и для организаторов следующего турнира в межсезонье, вот эту букмекерскую, я буду называть, с участием команды РПЛ, чтобы подумать о том, как бы спортивную историю еще что-то вообще-то повысить, чтобы это было интересно, чтобы рейтинги были хорошие, и чтобы аудитория собиралась норм. Ну вот здесь, в этом смысле все было нормально. Кстати, все футболисты были доступны. Вы, как зритель, могли подойти к ним. У меня не было никаких проблем с общением с футболистов, с проходом максимально близко к полю, за что я здесь должен поблагодарить пресс-старша турнира Стамислава Редикюльцу. Он максимально был профессионален, добр по отношению к представителям СМИ, и работать с ним было комфортно. Ему респект я должен выразить. Так вот, возвращаясь к Титову, скажу, что он же высказался о том, что будет новый тренер. Насколько я понимаю, прозвучала фамилия Сергея Кирякова. И в будущем, насколько я понимаю, вероятно, уже в следующем году, также в феврале, турнир будет, ну, нет сомнений, продолжен. И, видимо, сборная России будет усилена, потому что в ней уже играли и Аршавин, и Павлюченко. Не знаю, почему их сейчас не привлекли, потому что я посмотрел так по занятости. Ну, Павлюченко где-то был в таком спортивном фестивале, а Аршавин был в Петербурге. Можно было привлечь, но мы просто не знаем этот регламент. Что там написано? Как не знаем, и регламент, а как, вот, кстати, я когда с Алексеем Николаевым разговаривал, он не смог мне четко сказать, как на таких турнирах, по сирене, или судья может что-то добавлять. Ну, в общем, из-за этого возник вот этот горбый, и возник скандал, который в итоге помог и поможет раскрутке турнира. Еще раз, турнир хороший, убежден, что он будет продолжен. Ну, где вы еще посмотрите таких звезд великих. На контрасте, вы знаете, я когда уходил из малоспортивной арены Лужников, проходил мимо большой спортивной арены, а там было написано на куполе экскурсии 2020. Так вот, если в прошлом году в Лужниках, по-моему, один матч был проведен в сборной России после чемпионата мира, один матч, представляете, сколько наших налогов туда уходит, сколько вообще денег уходит на содержание предприятия Лужники, чтобы там проводились только концерты и не проводился вообще футбол. Одно спортивное мероприятие в прошлом году было. Интерес, сколько будет в этом. И что плохого в этом турнире, если вот эта ледовая спортивная арена, малая, заполняется серьезнее, интенсивнее футболом, чем Лужники, по факту. Ну, это же классно. Посмотрите этот ролик и подписывайтесь здесь на футбольные беги, на Яндекс.Зен, я еще раз похвалюсь, потому что у нас пробита психологически важная отметка и по подписчикам, и по нашей аудитории. Подписывайтесь также на телеграм-канал. Начинается чемпионат, будет много интересных новостей и всякого рода будет не только инсайды, но и мнения разные, ну и какая-то полемика, экспертиза. Ну и на ВКонтакте футбольные беги. А что касается еще раз Кубка легенд, отстаньте, пожалуйста, от Андрея Тихонова. Я думаю, что Тихонов своей карьерой, своей деятельностью в футболе, своим мастерством и своей харизмой, своим, что он сделал в российском футболе, заслужил высказывать какие угодно мнения об этом самом российском футболе. А то, что он высказывается таким образом о матерации, я думаю, что и матерация кое-что может рассказать о звездах сборной России. Это нормально. Люди просто высказывают свое мнение. Не надо, пожалуйста, никому затыкать рот, тем футбол и хорош. У нас есть какие-то 15-20 секунд. Потому что, вот смотрите, когда у нас там главой был, осталось 30 секунд. Я там, это, матерация оттолкнул, потому что они мячут вверх, понимаете? Это можно так руками мяч друг другу бросать, вопросов нет. Поэтому она решила добавить. И это было не в этой турбе, но в предыдущих игроках было то же самое. Понимаете? И поэтому гол. Но уже, знаете, они уже и пенальти не хотели бить. Уже, знаете, как получилось так, что мы, как говорят, или любят нас, или не любят, ходят туда-сюда. Хотим, играем, не хотим, потому что судья плохой. Вот. И поэтому решили просто уже ничего не делать, уже просто отдать нам, чтобы бардака совсем не было. То есть, забили по правилам. Судья решает только, когда должен свистнуть. Я говорю, в этом сегодня какая-то игра была тоже. Идет сирена, но идет дальше время. Судья. И лишнее. И потом она свистит, потому что, сколько, мячик можно там руками минуту хватать и не отдавать его нам, как было вот здесь. И поэтому решили добавить. Понимаете? Они все бегают, как и все. То мы играем, то мы не играем. Ну, некрасиво. То есть, то, что они вот ушли, потом вернутся, это из той же серии, да? То, что они ушли, потом вернутся, из той же серии, да? Показать характер. Ну, ушли, ушли. Ну, понимаете, некрасиво. Зачем ты ведет прямой эфир? Зачем? Зачем ходить, а потом вот это туда-сюда ходить уговариваете? Давайте мы отменим, мы не отменим. Вы лучше судей не говорите. Она женщина, девушка. Вы ее оскорбляете там матом. И после этого стоит вот такой, бинаю, ну, тепло, ничего не было, извините, понимаете? Я такой хороший, и вот Акуля, очень нравится. И началось, как бардак, это не было. Спасибо. Спасибо. У нас не так много сверх жизни осталось в России, где вообще можно высказываться практически на любую тему. Поэтому не надо, пожалуйста, затыкать ни Тихонову, ни Титову, ни Зарянову рот. Давайте просто слушать и полемизировать с ними в корректной, разумеется, форме, в том числе и у меня на YouTube-канале.